Радио Бонен-Ново Радио Бонен-Ново Альцинсет. Ун. Бонен-Ново Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! На волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей Даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день Влечешь меня к себе Твоя любовь Течет во мне Я в тебе нашел То, что искал всегда Сердце мое Отдаю тебе И все мое Желание К тебе Я больше жизни всей Тебя люблю Я вижу твое движение во мне Я слышу, как текут Реки воды живой Это жизнь твоя Реки воды живой Текут через меня Реки воды живой Я пью из них тебя Реки воды живой Без края и без конца Реки воды живой В них любовь отца Реки воды живой Струя со небеса Ты все во сне Ты все во мне Ты все во мне Что еще Могу я пожелать Лишь твое Прикосновение И я Продолжаю дышать И все мое Желание К тебе Я больше жизни всей Тебя люблю Я вижу твое Движение во мне Я слышу, как текут Реки воды живой Это жизнь твоя Реки воды живой Текут через меня Реки воды живой Я пью из них тебя Реки воды живой Без края и без конца Реки воды живой В них любовь отца Реки воды живой Струя со небеса Без сотни Реки воды живой Реки воды живой Реки воды живой И все мое желание к Тебе Я больше жизни всей Тебя люблю Я вижу Твое движение во мне Я слышу, как текут Реки воды живой, это жизнь Твоя Реки воды живой, текут через меня Реки воды живой, я пью из них Тебя Реки воды живой, без края и без конца Реки воды живой, в них любовь отца Реки воды живой, струя с небеса ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Компьютер в нашей жизни давно стал привычной и желаемой вещью Он ускорил производство, облегчил работу и образование Он же принес с собой, наряду с пользой, немало проблем Большинство из них связано с компьютерными играми В обществе уже давно бытует мнение, что они опасны для психики ребенка Они развивают в нем агрессивность, сужают круг его интересов, обедняют эмоциональную сферу Появилась даже новая порода людей, геймеры или игроки Ученые провели уйму исследований, взвешивая все за и против этой новой страсти Но мало выводов сделано по поводу несколько иных фактов Компьютерные игры способны убивать Есть у известного американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери рассказ о будущем Обычная семья, двое взрослых, двое детей Живут в компьютеризированном доме Среди многих его технических чудес Игровая комната с виртуальной реальностью Каждый день оттуда доносятся крики Похожие на охоту диких африканских львов Родители заподозрили неладное и попытались запретить детям играть в эту игру Тогда дети заманили их в игровую комнату Электронные львы сошли со своих экранов и растерзали взрослых В последний момент родители поняли, чьи крики раздавались каждый вечер Это дети убивали родителей в виртуальном мире, чтобы потом убить в реальном Мораль этой истории такова Какова бы ни была фантастика или виртуальная реальность Она способна вырываться из монитора компьютера и воплощаться в жизнь Война становится войной Жестокость жестокостью Смерть смертью Компьютерные игры Игры не на жизнь, а на смерть Об этом сегодня наша программа Мы продолжим тему после песни Он просто подобрал мне Одну средь тысячи убогих Когда лежала жизнь у меня У бесконечной той дороги Где люди шли, теряя сон И опускался черный вечер Я вился, улыбаясь он Оставив след от этой встречи Он просто, он просто подобрал меня Он просто, он просто подобрал меня Когда корабль мой разбился И не было в душе И ворон надо мною бился Готов был в трапезе своей Мир занятый пустой игрою А он сказал Ты стань сильней И поднял и пошел со мною Он просто, он просто подобрал меня Он просто, он просто подобрал меня С тех пор прошло немало лет И кто ж меня теперь осудит И не понять, душе мой За что же он меня так любит О, если б я могла узнеть Куда текут все в мире реки Его любовь сильна, как смерть А значит, я жива в веки Он просто, он просто подобрал меня Он просто, он просто подобрал меня Он подобрал меня Он подобрал меня Напомню, что наша тема сегодня Компьютерные игры Корейские ученые Обеспокоены частыми смертями Молодых корейцев От чрезмерного увлечения Электронными играми Оказывается, что смерть От передозировки Грызит не только наркоманам Слишком сильное увлечение Ими может привести К летальному исходу Быстрее, чем героин По данным Корейского национального Института научных исследований Главная причина Таких смертей Тромбоэмболия Сосудов легких Которая возникает Если человек Проводит Долгое время Сидя без движения Кроме того К смерти Приводит то Что человек Практически не спит И находится В состоянии стресса Одержимый Желанием Выиграть По мнению специалистов Сетевые игры Построены так Чтобы игрок Не мог Вовремя остановиться Большое количество Участников Постоянно Бросает игроку Вызов Доказать Что именно он Лучший Во время Такой битвы Человек расходует Очень много Энергии Перед его глазами Постоянно сменяются Яркие цвета Изображения А это может Раздражающе Действовать На кору головного Мозга И привести К внезапной смерти Эти данные Все равно Никак не объясняет Почему эта проблема Острее стоит в Корее Нежели в других странах Но одна версия Все же есть Как одна из самых Технологически Продвинутых стран Южная Корея Имеет широко Развитую Игровую индустрию Там Компьютерные игры Находятся на уровне Профессионального спорта Больше половины Населения Подключено к интернету Количество Гейм-клубов И интернет-кафе Достигает 20 тысяч Причем Многие из них Работают Круглосуточно Один 24-летний Кореец Отправился В интернет-кафе И просидел там За играми В 86 часов Будучи Полностью погруженным В игру Он не ел Не пил И не спал Через трое суток Игра прервалась Когда геймер Потерял сознание И упал со стула Потом он очнулся И отправился В туалет Где и был После найден Мертвым Подобные случаи Регулярно Мелькают В сводках Новостей В интернете И практически Все они Происходят В восточных странах Корея Китай Сингапур Филиппины Безусловно Причина этому Стремительное развитие Электронных технологий Не стоит думать Что нас это не коснется Рано или поздно Подобный уровень Развития технологий Достигнет И нашу страну Важно одно Сумеем ли мы Заранее подготовиться К этой беде И выучиться На чужих ошибках Горе компьютерных игр Не только в том Что они убивают Своих фанатов Они делают Из них Убийц Причем такое Ужасное влияние Игры оказывает Не только на слабых Невинных деток Но и на взрослых 41-летний любитель Компьютерных игр Китаец Ку Чин Вэй Был приговорен К смертной казни За убийство Своего друга Он лишил Товарища жизни Потому что Тот украл у него Виртуальный меч Некоторое время назад Американский игрок Убил своего коллегу Который Постоянно издевался Над ним Преступление Обиженный совершил Самодельным мечом В лучших традициях Компьютерных экшенов В 2002 году Филиппинец Застрелил Свою 17-летнюю Школьную подругу Из-за того Что та Несколько раз Обыграла его В компьютерную игру Как выяснила полиция Девушка Дразнила своего Приятеля Ставя под сомнение Его мастерство И бесконечно споря с ним Друг Доведенный В конце концов до ярости Вытащил Самодельное ружье И выстрелил Ей в глаз Отчего девушка Скончалась на месте Кстати Тема убийства Фигурирует В производстве Компьютерных игр И не только Как следствие Помешанности На этих играх Известны случаи Когда Жестокое убийство Вдохновляло Программистов Придумывать Новые игрушки Так было с историей О том Когда японский маньяк Ворвался в школу И зарезал ножом Восьмерых детей Игра Так и называлась Убийство детей Младших классов В городе Икидо Игроку Предлагалось Убить Как можно Больше детей За что ему Начислялись очки Вдумайтесь только Каким жестоким Нужно быть человеком Чтобы чужое горе Доставляло Удовольствие Полиция Потребовала Убрать игру Поскольку По ее мнению Она могла Ранить чувства Членов семей погибших А также Учителей И оставшихся Вживых школьников Но разве Она не ранит Сердца этих Жестоких игроков Если они В виртуальном мире Отождествляют себя С маньяком И шаг за шагом Повторяют его Преступления Устав смотреть кино По всем программам О драках Грабежах Боевики Мальчишка На глазах У мамы с папой Опустит на компьютер Две руки В нем можно грубо Зримо Бессердечно Набрать очки Ведя кровавый бой И управляя Ловко человечком Других таких же Бить ногой Рукой А вечером Мальчишка наш С друзьями Прохожего Жестоко изобьют Кричая при этом Так его ногами Хотя очков За это не дают И может быть Когда-то и не дрогнет Его рука Держа над кем-то нож И сердце Как над клавишей Оглохнет И человек Погибнет Не за грош События этих Объяснимы Звенья Невидимы нам Смертные грехи Бываем слепы Хоть имеем зрение И слух имея Все же глухи мы Ну а пока Мальчишка Здесь в квартире Идут бои В компьютере Война И рядом с ним В другом Духовном мире Над ним склонясь Хохочет сатана Я не за то Чтоб жизнь остановилась И не хочу Компьютер Сжечь огнем Но чтобы в нем Душа не заблудилась Я этот стих Печатаю на нем О влиянии Компьютерных игр В обществе существует Два мнения Одни утверждают Что игроки Все больше углубляясь В виртуальное пространство В конце концов Становятся Неадекватными И жестокими Другие Заявляют Что от игры Никакого вреда Нет Мол жестокости И так полно В повседневной жизни Одно только не стыкуется Если курить Так легко бросить Почему никто Не бросает Не бросают Потому что Не могут Любая зависимость Выше человека Она владеет им Может освободить Только тот Кто выше всего Бог Существует Множество доводов В пользу Компьютерных игр Некоторые даже Подтверждены Научными исследованиями Скажем Специалисты Массачусетского Технологического Института И Стэнфордского Университета Пришли к выводу Что некоторые Компьютерные игры Помогают человеку Приобрести ценные навыки Которые могут Пригодиться в работе Но это заявление Нельзя обобщать Потому что Речь в исследовании Шла не о традиционных Играх Типа бегалок-стрелялок А об сетевых Ролевых играх Которые направлены На то Чтобы разработать Лидерские навыки У человека Они учат Вести переговоры Привлекать на свою сторону Людей Возглавлять их Руководить ими Вести за собой Также существуют Игры-диагносты Игры-терапевты Игры-тренажеры И обучающие игры Поэтому Любому человеку Надо в каждом Конкретном случае Подбирать Те из них Которые принесут Максимальную пользу Но все исследования Компьютерных игр На полезность Проводились в условиях Здоровой дозировки Этого увлечения О нездоровых же дозах Как правило Свидетельствуют Факты смертей Которые мы уже назвали Но как определить Ту грань Которая будет означать Что человек В своем увлечении Начинает перегибать палку Ясно Что у каждого Она своя А это значит Что потенциально Каждый игрок Рискует впасть В фатальную зависимость На форумах в интернете Большинство пользователей Утверждают Что компьютерные игры Влияют на них Положительно Однако в процессе Переписки Почему-то встречаешь Больше негативных Откликов Вот например Один пользователь Не сдержался И написал По-любому Компьютер зло Я в Дум Поиграю Потом Кота хожу пинать В комнату Нервы Ги-ги-ги А другой пишет Об играх такое Куча времени Теряется впустую А мог бы это время На музыку и спорт потратить К тому же Моя нестабильная психика Периодически Пошатывалась Бывал Очень нервным И раздражительным А роковые ошибки И игрока Тут же на сайте Пишет один Бывалый геймер Надо просто Уметь расставлять Приоритеты И в нужный момент Оторваться от игры Я где-то читал Как молодые Родители Оставили своего Грудного ребенка На балконе На балконе Зимой Пошли поиграть И заигрались О ребенке Вспомнили Через несколько часов Когда Тот уже был мертв Вот такие Вот геймеры Существует Одна игра Симс Звезды Цель которой Создавать питомцев Или людей И ухаживать за ними Очень мудрое Замечание Сделала одна девушка Которая была Зависима от этой игры Восемь месяцев Это была мания В итоге я всех Поубивала И стерла игру с компа Теперь ни во что не играю Много времени убивает А времени мало Кстати Пустую трату времени В компьютерных играх Не станет отрицать никто Ни ламер Как еще называют Тех кто хуже чайников Ни продвинутый геймер Время становится Особенно ценно В последние дни Когда все ускоряется Апостол Павел Предупреждает на страницах Нового Завета Итак Смотрите Поступайте осторожно Не как неразумные Но как мудрые Дорожа временем Потому что дни лукавы Послание к Ефесинам 5 глава 15 и 16 стихи Почему люди играют В компьютерные игры Многие геймеры Пишут тут же на форуме Что игры помогают Их мозгам отдыхать Вот что пишет один игрок В общем игры плохо влияют На определенную категорию людей Это как с алкоголем Кто-то пьет и ничего Кто-то полностью теряется 30-50 процентов геймеров Играют для того Чтобы уйти от реальности От переживаний в ней От каких-то проблем А с сетевыми играми Тут вообще беда Огромное число самоубийств И псих расстройств Многие люди сравнивают Компьютерную игру с алкоголем Что в малых дозах полезно То в больших Приводит к смерти Или с ножом Им можно резать колбасу А можно и человека убить Главная цель таких доводов Доказать что игры Сами по себе безвредны Мол это неразумные игроки Делают их опасными Оно то так Но это вовсе не отрицает Что компьютерные игры Не зло Не следует упускать Еще один важный момент Практически Каждая игра Прославляет Убийство Экстремизм Жестокость Мистику Темные силы А некоторые И вполне открыто Прославляют дьявола Кто после этого Не скажет что Компьютерные игры Не от сатаны Кто играет в компьютерные игры Можно выделить Четыре категории людей Во-первых Это те Которые Часто чем-либо Обеспокоены Или подвержены депрессии Проблемы в школе Неудачи в отношениях С друзьями С противоположным полом Отвержение Семейные неурядицы Невысыпания Все это Угнетает И расшатывает Психику Компьютерные игры Находят в человеке С болезненным мировоззрением Идеальную почву Играя роль Антидепрессанта Обезболивающего Игра Становится для них Убежищем От злой действительности В мире Где все Нестабильное Рассыпается в руках Победа в компьютерных Играх Вызывает Призрачное чувство Обретения контроля Над чем-либо Во-вторых Компьютерно-зависимыми Становятся те Которые склонны К зависимости В поведении Вообще Многие зависимости Накапливаются Укрепляют Друг друга Усиливают аппетиты И желание Удовлетворять Даже мимолетные Желания плоти Этим людям Также необходимо Нечто Что они Как им кажется Могут абсолютно контролировать Они импульсивны Обычно Не думают Перед тем Как сделать шаг Этих людей Отличает Эгоистическая Позиция Сначала Мои желания Все остальное Зависимые люди Видят жизнь Черно-белой Их позиция Я или лидер Или лузер Среднего Или иного Быть вообще не может Третьей группой людей Подверженных страсти К компьютерным играм Являются Социопаты Такие люди Обычно живут Не извлекая пользы Из испытаний Или ошибок Одновременно У них нет Какой-либо Личной Или групповой Приверженности А способность К рассуждению Или ответственности Ослаблены Эти люди Всегда себя смогут Оправдать Выставив Жертвы Обстоятельств В четвертой группе Любители Острых ощущений Они ищут адреналин Нормальная жизнь Слишком скучна Для них Они всегда Тянутся к чему-то Иному И стремятся Вырваться из толпы Однако Их стимулы Всегда физические И как правило Примитивные Все четыре Группы людей Отличаются тем Что идут на поводу У своих Плотских желаний В Библии говорится Плот желает Противного духу А дух противного Плоти Они друг другу Противятся Так что вы не то делаете Что хотели бы Послание к Галатам 5.17 Если человек Всесторонне Духовно развит И его сердце Наполнено Богом до краев То с компьютерными Играми Обычно проблем Не возникает Даже если они И вытесняют На определенное время Другие способы Развлечений То как правило Человек возвращается Назад к прежней жизни Если же его сердце Пустует А его ценности Нестабильны То компьютерные игры Могут привести В состояние Одержимости Ведь говорят же В народе Свято место Пусто не бывает Если сердце Пусто В него скоро Придут злые гости Люди Не знающие Бога Являются Идеальной мишенью Для сатаны Нечистые зависимости К ним так и липнут Человеку Который чувствует Что его сердцем Владеют компьютерные игры Необходимо покаяться Перед Богом И освободить Для него Трон своей жизни Он единственный Достоин Трепетного поклонения Он единственный Может заполнить Пустоту Нашего сердца Он единственный Знает нас И готов Принять нас Всегда Со всеми грехами И болями Потому что он Единственный Кто умирал за нас На кресте Чтобы мы Жили Иисус сказал Придите ко мне Все труждающиеся И обремененные И я успокою вас Возьмите Иго мою на себя И научитесь от меня Ибо я кроток И смирен сердцем И найдете Покой душам Вашим Ибо Иго моё Благо И бремя моё Легко Евангелие Матфея 11 глава 28-30 стихи Друзья Какая бы ни была Причина для игр Уход Контроль Или поиски приключений Бог силен Удовлетворить Всякую нужду Нам не обязательно Жить в виртуальном мире Ради иллюзии Полноты жизни Бог истинный И только Он Один может дать Истинную Реальную полноту Апостол Павел Говорит Бог мой Да восполнит Всякую нужду Вашу По богатству своему В славе Христом Иисусом Филиппийцам 4.19 Компьютерная Зависимость Достаточно Сильная проблема И её победить Можно только Силой Бога Через жизнь В Святом Духе Апостол Павел Писал Я говорю вам Поступайте По духу И вы не будете Исполнять Вожделений плоти Друзья Прощаясь Желаем Чтобы ваша жизнь Наполнилась Его святостью Раненой птицей Я лечу к тебе Знаю об ними И прижмёшь меня к себе Мне без твоей любви Так одиноко Я как погасшая свеча Эта жизнь пройдёт Как сон Был я в нём И не был Пробудившись От него Я вернусь Домой Ты откроешь Эту дверь За которой За которой Не был Я Не ещё Чистой страницей Вся жизнь моя Ангел 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 Запишет То как я Люблю тебя Я По пути К тебе Столько Раз Падал Ты Всё Прощал И Поднимал Эта жизнь Пройдёт Как сон Был я В нём Или Не был Пробудившись От него Я Вернусь Домой Ты Откроешь Эту дверь За которой Не был Я Ещё Что Сумею Взять С собой Что Скажи Я Смогу Оставить Здесь Только Любовь Пою Любовь Я С ней Вернусь Таким Как Есть Себе Домой Эта жизнь Пройдёт Как сон Был я в нём Или не был Пробудившись От него Я Вернусь Домой Ты Откроешь Эту дверь За которой Не был Я Ещё Небо Откроешь Эту дверь За которой Небо 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 Вперед Детская передача 900 секунд Дед Дед В эфире детская передача 900 секунд Наши дорогие радиослушатели, мы очень рады снова приветствовать вас. Здравствуйте, Аня. Привет, Андрюша. Что нового в школе? Да вот представляете, как раз хотел рассказать. Сегодня один мой одноклассник пришел с фиолетовой челкой и в зеленых клетчатых узких штанах. Его чуть не выгнали из школы. Ого. Интересно, почему он так покрасился? Наверное, захотел привлечь к себе внимание. Ну и привлек, конечно же. Такое, что теперь полшколы его считают ненормальным. А другая половина, девчонки в основном, заинтересовались. Понятно. Ну а ты на чьей стороне? Конечно же, на стороне нормальных парней. Андрюша, а как ты думаешь, кто определяет, что нормально, а что нет? Откуда ты знаешь, что те парни нормальные, а этот нет? Ну, это и так понятно. Мы все одеваемся стандартно, так как принято. А он что-то выдумал. А разве нестандартные – это всегда ненормально? Наверное, нет. Я никогда над этим не задумывался. И правда, интересно, как возникли эти стандарты на одежду и прическе? Думаю, что, во-первых, нужно понять, что в каждой стране эти стандарты разные. Возьмем, к примеру, одежду. Думаю, что ты хорошо знаешь, что она довольно разнообразная в разных странах. И зависеть это может, например, от температуры и климата. В жарких и влажных местах много одежды не требуется. Например, в экваториальных частях Африки людям может хватить одной набедренной повязки. Другое дело в жарких и сухих странах Азии. В них жители, наоборот, одеты в длинные и толстые одежды. Лучше всего защищающие от солнечных лучей. А в холодном климате людям нужно не только полностью закрыть свое тело одеждой, но еще и надеть ее в несколько слоев, а ноги закрыть с помощью обуви. И все потому, что теплый воздух задерживается между слоями одежды и не пропускает холод. Это один из факторов, очень влияющих на традиции в одежде. Но это не все. Что ты знаешь еще особенного, что могло бы отнестись к стандартам в одежде? Я думаю, что есть еще всякие формы. У рабочих, например. Точно. Люди носят одежду, подходящую для их работы. Например, рыбаки носят водонепроницаемую одежду и сапоги, которые не скользят. Вот. Некоторые работники носят форму, чтобы их можно было узнать. Кто это? Полицейские, пожарные, врачи, повара. Правильно. Есть еще особый вид одежды. Ты ее тоже можешь надевать, но не часто. Я знаю, спортивная форма. Ага. Спортивная одежда легкая и в ней удобно двигаться. Игроки могут надевать одежду одинакового цвета в знак принадлежности к одной команде. Думаю, что если здесь кто-то захочет выделиться, то уж точно ему не сдобровать. Причем получит он как от команды, так и от болельщиков. А во всех других случаях человек, не использующий свою униформу, просто рискует навредить себе или попасть в неприятность. Но есть же еще всякие уникальные виды одежды. Например, платье принцессы или свадебное платье. И это нормально. Да, ты прав, Андрюша. Есть одежда для особых церемоний, которую надевают важные люди. Эта одежда может показывать силу, власть и положение. А еще может показывать то мероприятие, на которое все пришли. Ты же знаешь, Андрюша, что на свадьбу приходит особенно одета не только невеста, но и все приглашенные тоже. И хоть и сейчас многие люди отказываются от свадебных традиций, а кто-то и вовсе не празднует этот день. Еще в нашей старенькой книге Иисус говорил, что у всех должна быть брачная одежда. А тот, кто не в ней, сразу выделяется и под угрозой изгнания с праздником. Но все-таки есть и те люди, которые любят выделяться. Ну, такие, как мой одноклассник. Да, есть и такие. Им нравится привлекать к себе внимание и выделяться в толпе. А есть те, кто наоборот надевает самую неприметную одежду. Монашки, да? О нет, монашки тоже как раз-таки относятся к тем, кто выделяется. Они ведь носят хоть и скромную и неприметную, но одинаковую одежду. Этим желая показать, что принадлежат к особой группе. Именно поэтому они и привлекают внимание окружающих к себе. И что самое интересное, по отношению к ним люди делятся тоже на два лагеря. Хм, действительно. И все же интересно, почему некоторые люди так стремятся выделиться? Не понимаю этого своего одноклассника. Этому, Андрюша, может быть несколько объяснений. Возможно, его никто не замечает дома. Вот у тебя, например, мама все знает о тебе? О, конечно, даже больше, чем я хочу. Она знает, в какой день у меня сколько уроков. Знает все мои оценки. Знает всех моих друзей и их родителей. Еще знает, кто и чему меня может научить. Иногда мне хочется, чтобы она намного меньше обо мне знала. А как она это все узнает? Расспрашивает меня или мою учительницу. То есть интересуется тобой. А если твоим одноклассникам его мама не интересуется, то он может таким необычным способом пытаться привлечь ее внимание. А может быть другой вариант? Может быть и другой вариант. Например, он старается следовать моде. Причем это что-то очень новое, и оно к нам еще не дошло. Он хочет быть одним из первых, кто начнет так причесываться и одеваться. Но совсем скоро такой вид может стать нормой для всех, и ни один мальчишка уже не будет с этого смеяться. Ведь ты наверняка знаешь, что наряды, когда-то возмущавшие людей своей смелостью, скоро стали общепринятыми и их стали носить все. Например, это шорта и майка. Но мода как быстро входит к нам, так же быстро и проходит. Одежда, когда-то очень популярная, теперь нам просто кажется очень смешной. Например, длинные и закрученные носки туфель. Я сразу вспомнила эти уродливые парики, которые носили в 18 веке. Да, это действительно было так. Но в то же время практически в каждом уголке мира была и своя национальная одежда. В Европе же теперь у всех людей похожая одежда, которую делают машины. Ее легко стирать, она дешевая и удобная. Думаю, что человек, который бы надел национальный костюм для повседневных дел, тоже бы вызвал у окружающих удивление. Но, Андрюша, знаешь еще одну причину, по которой люди хотят выделяться? Она, кстати, связана со второй. Нет, это всем нам известная гордость и зазнаистость. Есть люди, которые любой ценой хотят все время оставаться на виду, хотят быть первыми и самыми значимыми. Такие люди были всегда. Они же были и во времена Иисуса. И Он, как ни странно, говорил их остерегаться, то есть занимать ту позицию, которую ты занял сегодня. И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, на показ долгомолящиеся, примут тягчайшее осуждение». Евангелие от Марка, 12 глава, с 38 по 40 стих. «В этом случае длинная выделяющаяся одежда была для них предметом гордости, и Богу было противно на них смотреть». «Значит, я правильно сегодня поступил?» «Я этого не говорила, Андрюша. Ведь мы не знаем причину, по которой твой одноклассник решил выделиться. И если он сделал это не из-за гордости и желания быть везде первым, заметным и значимым, значит, ты должен, наоборот, ему попытаться помочь». «А как я узнаю, почему он это сделал?» «Ты можешь попробовать с ним поговорить об этом. Или можешь пригласить его на подростковое. Так ты точно сделаешь к нему шаг навстречу. И если ему очень одиноко сейчас, то как раз ты ему этим поможешь». «О, это хорошая идея!» «Ага!» «Ребята, вы должны помнить, что никогда никого нельзя судить и делать поспешные выводы о человеке и его мотивах, потому что сердце знает только Господь. И не судите, да не судимы будете». «Мы можем только попробовать помочь тому, кто хочет привлечь к себе наше внимание». «Но если вы поймете, что это гордый и высокомерный человек, то помните, что дружбы с ним не получится, и тем более подражать ему не стоит. А тому из вас, кто сам сейчас отчаянно хочет плыть против течения и установленных традиций, тому, кто пытается привлечь внимание родителей или сверстников нестандартным способом, я пожелаю подружиться с тем, кто был законодателем и творцом моды изначально. И тогда все окружающее перестанет быть для вас настолько значимым. Помните, что от желания привлечь к себе немножечко внимания до гордости и высокомерия всего один шаг. Поэтому пусть одежда остается в первую очередь для вас тем, чем создал ее творец – защитой для тела». А наша радиопередача подходит к концу. До свидания и Божьей вам мудрости на этой неделе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok